Шушан Степанян, несколько дней, бессовестно отнекивающаяся от совершенных ими зверств, получила достойный ответ. Как сообщает репорт, 28 октября, сразу же после обстрела азербайджанского города Барда, руководитель пресс-службы Министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла это в своем твиттере и назвала это вымыслом и ложью. Авторитетное немецкое издание «Сьюдюци Зайтан С.З.Д.» доказало, что настоящим лжецом является именно Армения. В момент ракетного обстрела немецкие корреспонденты находились на месте происшествия и видели все происходящее своими глазами. Министерство обороны Армении категорически опровергло факт атаки. Пресс-секретарь министерства написала, что все это является вымыслом. Однако наши корреспонденты своими глазами видели тела жертв и многочисленные обломки ракет в центре Барды. В тот момент обстрелу также подвергались территории вокруг Барды и соседний город Тертер. Авторитетное немецкое издание также осудило убийство в Барде мирного населения, женщин и детей. Отмечается, что Армения и сама не признает сепаратистский режим, созданный на оккупированной территории Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов являются международно признанной территорией Азербайджана. Напомним, что во время ракетного обстрела Барды Армении 28 октября погиб 21 человек, ранено более 60 мирных жителей. Также группа журналистов New York Times запечатлела ракетный удар Армении против мирного населения Азербайджана. Журналисты проезжали по главной улице города, когда армянские ракеты начали падать на Барду. Автор статьи, журналистка Карлота Гэл, отмечает, что первый взрыв был очень громким, и поэтому они быстро выскочили из машины и укрылись у стены. Азербайджан находится в состоянии войны с Арменией, но линия фронта находилась в 20 милях, и до этого момента жизнь в этом районе протекала спокойно, пишет Гэл. Далее репортер описывает ужасы последствия армянского ракетного удара. Так что наглая ложь Армении не пройдет.